Самая лучшая спонтанность — это спланированная спонтанность. Фонетика — это бесполезная трата времени, потому что от акцента не избавишься. Всем привет, дорогие друзья! Вы вновь на канале «Владей английским», и я его ведущий Влад. Мы с вами продолжаем разбор культового фильма «Мистер и Миссис Смит». Мы уже с вами перешагнули порог в 30 частей. Да-да. И сегодня мы начнём уже 31-ю часть. Это на самом деле невероятно. Не могу поверить, что мы зашли так далеко. Как обычно, будем обращать внимание на фонетику, делать shadowing. Мы с вами работаем и над навыками аудирования, но и также стараемся и своё произношение немножечко подтягивать, приближать его к носителям, насколько это возможно. Конечно же, никто не забывает про классную лексику. И говоря про лексику, пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал, там вы сможете найти полный конспект по этой части разбора, ну и по предыдущим тоже. И вообще я стараюсь там делиться самой актуальной информацией по проекту «Владей английским». Если вы впервые на этом YouTube-канале, не забудьте нажать на кнопочку «Подписаться», прожмите кнопочку «Лайка» и напишите какой-нибудь комментарий. Мне будет приятно почитать. И мы с вами стараемся добить 2000 подписчиков до Нового года. Не знаю, получится ли, но было бы просто потрясающе, если бы нам это удалось. Всё, друзья, с формальностями покончили. Давайте начинать разбор. Let's get it started. Сюрприз-сюрприз, у меня нет никаких дополнений по предыдущим частям. 31-я часть начинается прямо сейчас. И не забывайте, что когда вы работаете над фонетикой, над своим произношением, над развитием навыков аудирования, нужно хорошо всё слышать. Поэтому я настоятельно вам рекомендую смотреть это видео в наушниках. Так вы сможете уловить даже самые мельчайшие фонетические особенности. Поэтому берём наушники, надеваем и погнали за работу. Of course, let's pick up where we left off. И мы с вами остановились на том моменте, когда Бенджамина всё-таки удалось похитить. Наша любимая парочка провернула супер-пупер операцию. В общем, всё прошло успешно, несмотря на то, что Джон не послушал Джейн и всё сделал, в принципе, по-своему. Ну, хорошо всё то, что хорошо заканчивается, как говорится. И знаете, что самое забавное, на какой мысли я себя словил и наконец-то до меня дошло, что Бенджамин, вот этот вот товарищ, это тот самый молодой человек, который был в самом начале фильма. Так вот, это он. Двенадцатая минута фильма. В общем, до меня только сейчас дошло, что это один и тот же человек, один и тот же персонаж. Просто понимаете, когда ты разбираешь фильм уже два года, ты, в принципе, не помнишь, что было в начале, что уже происходит в конце. Не пишите в комментариях, что я немножечко, значит, не отличаюсь сообразительностью. Не нужно подчеркивать то, что я и так, в принципе, понял. Давайте мы будем просто продолжать просмотр фильма, а не обращать внимания на такую маленькую особенность. Мою особенность. Всё, полетели. Значит, слушаем ещё самую первую фразу. Её очень плохо слышно, потому что здесь прям шумно-шумно. Давайте я чуть-чуть уменьшу скорость. Тут можно, в принципе, не слышать, прям всё-всё-всё очень чётко, но отчётливо слышна именно последняя часть фразы. Вот давайте мы от этого и начнём отталкиваться. Что за слово «wily»? Тут сразу же пометка именно про человека. И очень часто, кстати, это попадается. То есть, если вот мы хотим сказать, что эта фраза используется про людей, то будет это как раз говориться так. This phrase is used of people. Именно предлог «ов» здесь будет, вы его здесь как раз видите. Of a person. То есть, про человека. Итак, определение. Как-то это звучит для меня более естественно. Хитрый, изворотливый, умеющий выйти из сложной ситуации – это как раз слово «wily». Ну, естественно, я не мог не составить пример про наших героев. Jane and John Smith are too wily to be caught. Они очень хитрые, очень изворотливые, чтобы их поймать. Так что с места в карьер мы с вами начали с новой лексики. Возвращаемся. Поехали далее. Еще разок. Если не можете уловить такой скорости, ничего страшного, уменьшаю ее специально для вас. Отчетливо слышите, да? Снова наш любимый stop T, буковка T на конце слова. Wait. Учитесь отличать на слух. Это от слов, которые не имеют T на конце. То есть, что я имею в виду? Вот это слово wait – ждать. А вот это слово путь – способ. Away. Way. Еще раз. Way. Way. На слух разница заключается в том, что когда у нас есть stop T, мы стремимся именно к этому звуку, и гласный у нас тогда сокращается очень сильно. Он менее акцентирован. Way. А если же это слово way, то здесь не будет никакой резкой остановки, и этот гласный, он более артикулирован. Way. 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 То есть, на слух, попросту говоря, разница в том, что way звучит гораздо резче, и вы должны уловить вот эту остановку, которую я делаю на уровне голосовых связок. Way. Перекрываю. Way. А если это way, way, то это звучит более спокойно, и никакой нету резкой остановки воздуха. Way. Way. Так что вы, в принципе, можете тренировать это как отдельные минимальные пары. Way. Way. Great. Gray. И постепенно сами привыкните это произносить должным образом, и слух ваш тоже адаптируется к этой разнице в звучании. Хорошо. Слушаем еще раз это предложение. You didn't wait for my signal. Продолжает она в предлоге for. Выкидывать полностью r. For my signal. You didn't wait for my signal. Didn't. Я не стараюсь выговорить. Didn't. You didn't wait. Там тоже есть вот эта микропауза, микроостановка. You didn't wait. You didn't wait. I told you to wait for my signal. I told you to wait for my signal. Джейн этого не делает, но могло бы быть I told you. Вполне мог проскочить звук дж. Мы знаем, что под влиянием звука е, предыдущий согласный может немножечко модифицироваться. Но здесь этого не происходит. Однако неплохо держать в голове различные варианты произношения одной и той же фразы. Это все приходит с опытом, друзья. Нарабатывается ваша наслушанность, ваше восприятие. Продолжаем усердно работать. Я вам с этим помогаю. И вы уже будете на 10 шагов впереди по сравнению с людьми, которые не обращают на это внимание, не занимаются своим произношением и считают, что фонетика – это бесполезная трата времени, потому что от акцента не избавишься. I told you to wait for my signal. You didn't wait for my signal. I told you to wait for my signal. You didn't wait for my signal. Хорошо, оригинальная скорость. I told you to wait for my signal. You didn't wait for my signal. I told you to wait for my signal. You didn't wait for my signal. Что на это скажет Джон? I improvise. I improvise. I improvise. Слышите, да? Я симпровизировал. I improvise. I just started playing, and the other guys started improvising around me. А что насчет существительного? Существительная импровизация – это improvisation. Вот он этот акцентированный гласный. Improvisation. Я сейчас говорю только за американский вариант, потому что в британском вариант через I. Improvisation. Таких пар, к слову, немало. Advertisement. Advertisement. Civilization. Civilization. Organization. Organization. Тут уж выбирайте сами на ваши предпочтения. Да, это достаточно сложный вопрос. Какой выбрать акцент? Как вообще его выбирать? Это точно достойно отдельного ролика порассуждать на всю эту тему. Безусловно, у меня есть мысли на этот счет. Я с удовольствием бы с вами ими поделился. Но давайте мы уже закончим Mr. and Mrs. Smith. У нас остался декабрь. И в 2024 году будем разбавлять контент такими роликами тоже. Где будем говорить не про сам английский, а, так сказать, все, что его окружает. Какие есть интересности вокруг мира английского языка, да, акценты. Какие-то сложности с точки зрения определения себя, идентификации своего английского. Да, это очень важные вопросы. И я понимаю всю ответственность и важность поднятия таких тем. Поэтому 100% я буду думать в этом направлении и делать контент для вас. Так, вернулись. Джон у нас, значит, любитель поимпровизировать. Вот эти три фразочки еще раз. Давайте немножко уменьшу скорость. Ты отклонился от плана. Послушайте это еще раз. План. В очередной раз говорю он про этот девтонг. Не план, а план. План. Я думаю, это слово pursiyor, Лучше Euroисов это переводом в мое Dios. Видео фильмов Назв udah дреналит. Одно вижу это видео ком, это Девдете И я видел это несколько раз. Если вы не видели это, это история состоит в 2038, в городе Детроид, в США. И это история о роботах, как они называют андроиды. Эти андроиды служат humans, но один день они начали уничтожить law, и даже начали уничтожить людей. И такие андроиды имеют специфичное название, девианты. Что это за слово такое? Что это за слово такое, flawed? Прежде всего я бы сказал, что нам нужно познакомиться с корнем этого слова, то бишь с существительным flaw. Звук о, flaw. И ближайшие его синонимы это слова fault или mistake. То есть ошибка, неточность, недостаток. Такой пример. This web browser is nice, but it also has its flaws. Хороший веб-браузер, но у него есть недостатки. И, соответственно, прилагательное, которое у нас используется в фильме, это flawed. Not perfect or containing mistakes. И я бы вам сразу же посоветовал запомнить как словосочетание, и в фильме оно нам попалось, да? A flawed plan. То есть какой-то план, содержащий ошибки, неточности, не идеальный план. Ну и слово flawless. Безупречный, без ошибок. Less он отменяет. A flawless performance. Ну вот они как раз, наверное, хотели, чтобы у них все было как раз flawless, но в итоге получили, что получили. Получили как раз наоборот. Flawed. Окей. Возвращаемся к нашему фильму. The plan was flawed. The plan was not 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 flawed. Опять же, четко слышите stop t в слове not, not, was not, not. И если мы обратим внимание на гласные звуки, то они у нас здесь одинаковые. Not flawed. И они акцентированные. The plan was not flawed. The plan was not flawed. The plan was not flawed. Дальше. Еще раз. Organized. Это достаточно хорошо слышно. Типа, она организованная, а что тогда он сказал? Annal. 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 Мгм. Да-да, это слово, которое пишется как ANAL. Но это лишь сокращенная форма. Полностью звучит это так. Anally retentive. Да, вот такой термин. And it's totally about me. It means too worried about being organized and tidy. In fact, I can't say that I keep everything super tidy, that I'm a neat guy, if we're talking about the space around me in this room. But when it comes to organizing data on my computer, I am freaking ANAL. I must confess, I'm freaking ANAL. I have separate folders for pretty much every project that I'm working on. So I keep everything organized on my desktop, on my hard drive, simply put in the digital space. And this thing is rather annoying, or it may annoy people around you. And you can see that in this definition. И на такие пометки, друзья, точно стоит обращать внимание, потому что очень важно знать, какую коннотацию имеет слово. Не обидим ли мы человека, если случайно используем не то прилагательное, которое на самом деле имеет негативный оттенок, а мы этого не знали, вот поэтому давайте будем обращать на такие внимание. Значит, ANAL это чересчур. Да, слишком организованный, который прям беспокоится о том, чтобы все было на своих местах, там все организовано. Ну, я уже вам объяснил что-то про меня. Но, например, я могу вам показать на контрасте слово meticulous. Это по факту о том же самом. Это человек, который обращает внимание на детали, тщательно прорабатывает что-то. Но это уже хорошее слово. И если вы какого-то человека описываете этим словом, то все понимают, о, это здорово. Окей? Please stop it. Don't be so anal. Why are you always overcomplicating things? Перестань занудствовать. Перестань каждую деталь выверять до сантиметра. Почему ты всегда все усложняешь? Будь проще. Вот как раз Джон получается обвинил Джейн в том, что она слишком-слишком зациклена на деталях, а она сказала, No, not anal. Organized. Далее. Jane, 90% of this job is instinct. Will your instinct set off every alarm in the building? My instinct's got the job done. Jane, 90% of this job is instinct. 90% of this job is instinct. Jane, 90% of this job is instinct. Will your instincts set off every alarm in the building? Will your instincts set off every alarm in the building? Your instincts set off every alarm in the building? Они затриггерили сигнализацию. Мои инстинкты помогли мне выполнить эту задачу. Давайте обратим внимание на пару интересностей. Первое. Слышите flap T set off. И здесь связка соединения. Потому что set начинается со звука с. И instincts дает звук с на конце. Это все сливается. Окей, едем дальше. Это было шоу Джона. Да, вот так вот это сокращается. Вместо may not have been получаем may not have been. И вы можете услышать, что он не произносит been, как это было бы в сильной доле. И тогда в сильной доле у нас была бы минимальная пара ведро мусорное, been, и третья форма глагола be. Но в проходящей конструкции, когда been находится в слабой доле, то он произносится как раз как мусорное ведро через been. May not have been. May not have been a Jane show. И здесь, что интересно, этот been является смысловым глаголом. И даже будучи смысловым глаголом, он, получается, редуцируется. А если мы с вами говорим про времена perfect continuous, где этот been является всего лишь вспомогательным глаголом, который помогает нам образовывать эту грамматическую конструкцию, то там он в 99% будет произноситься через редуцированную форму been. К примеру. What have you been doing today? What have you been doing today? Я не пытаюсь сказать What have you been, been, been? What have you been? What have you been doing today? Да-да. Либо полностью What have you been doing? What have you been doing today? Понимаете? Так что сильные и слабые доли, они очень сильно меняют произношение слов. Но мы, в принципе, это с вами видим на множестве примеров уже. Но вот этот может быть не совсем очевидный. И, кстати говоря, если мы зайдем в словарь, то он нам как раз покажет оба произношения. Правда, он не пишет там сильная и слабая доля, а просто дает оба варианта произношения. И я не знаю, нужно ли это проговорить, но быстренько. Почему may not have been? Потому что это у нас отсылка уже к прошлому. Да, это к слову. Чем отличается may, be или might be от may have been и might have been? Одно нас относит к настоящему, другое нас относит к прошлому. То есть их уже операция закончилась, и поэтому он и говорит, что возможно, это не было шоу Джейн. May not have been the Jane show. May not have been the Jane show. No, it was the John show. It was half-assed. It was the John show. Ага. Она его обвиняет, что все сделал он. Да, получается? It was the John show. Сильная доля. No, it was the John show. It was half-assed. No, it was the John show. It was half-assed. It was half-assed. May not have been the Jane show. No, it was the John show. It was half-assed. Half-assed. Что это она имеет в Минду? As. Я думаю, вы прекрасно знаете значение этого слова. Half-половина. И там и там широкий звук а, как в слове cat. Half-assed. И, в общем-то, это просто означает stupid. Тупой, непродуманный. Я думаю, и объяснять не нужно, что это очень неформальное слово. И я вам еще здесь даю важную пометку only before noun. То есть мы с вами будем это слово использовать именно перед существительным. И вы видите здесь в примерах half-assed ideas или half-assed plan. Эта пометка очень важная. И, кроме того, это действительно правда. Я посмотрел много вариантов на юглише. Да, и такие тонкости тоже бывают. Но, если помните, я это затрагивал в выпуске drunk и drunken, где сравнивал эти два слова. И там как раз тоже разница была в том, как и в какой позиции они используются. Если вы не смотрели этот ролик, советую посмотреть. Он очень интересный. Я вложил очень много труда в него. Можно сказать, провел юглиш-расследование или юглиш-исследование. Так что буду рад, если посмотрите и оцените по достоинству. План дурацкий. Ну, все в одну кучу понесла. Слушаем еще раз. Твой дурацкий план, как и Рождество, как и наша годовщина. Послушайте еще раз, как она это произносит. Слышите, опять местоимение не our, а our anniversary. Как и в тот раз, когда ты забыл подарить моей матери подарок. Давайте в оригинальной скорости это все сделаем. Сможете в оригинальной скорости повторить? Слушаем еще раз. Не идеально, хочу лучше. Еще я по себе замечаю, и это то, с чем я очень сильно борюсь, это зажимы в челюсти. То есть, когда мы излишне привыкли артикулировать что-то, мы невольно начинаем немножко перенапрягать лицевые мышцы. И если, когда вы произносите это медленно, это может вам помочь делать что-то более акцентированно, концентрированно. Но когда мы ускоряемся, то мы должны обращать внимание, чтобы мы не включали излишние лицевые мышцы, потому что это просто-напросто будет нас тормозить. Поэтому очень важно обязательно, во-первых, разминаться, подвижность лицевых мышц обязательно прорабатывать. И когда вы уже работаете на высоком темпе, то постараться ничего лишнего не напрягать, иначе получится все очень скованно, и вы просто не сможете набрать нужный темп, который нужен. Как когда ты забыл подарить мою матью дневный подарок. Вот сейчас я расслабил лицо, особенно нижнюю челюсть, и мне стало гораздо-гораздо легче в этом темпе это все повторить. Обязательно слушайте свой организм, слушайте себя, свое тело, и учитесь заниматься самоанализом, то есть анализировать те движения, которые вы делаете, как вы их делаете. Если, например, у вас что-то не получилось, почему у вас не получилось? Если вы научитесь самоконтролить, то вам будет гораздо-гораздо проще прогрессировать, и, в принципе, вы не так сильно будете опираться на кого-то, потому что вы будете чувствовать, что вы конкретно делаете, какие ощущения именно вы ловите. Он ей напоминает, что как бы она вообще-то, как она сказала, она у нас сирота. День рождения твоей ненастоящей мамы. А Джейн ему на это. Суть в том, ты и есть тот, кто рушит наше командное взаимодействие. You are always the first to break team. Вообще интересно, что она не ставит артикль перед team. По идее, team это всегда исчисляемое существительное, и всегда оно будет с неопределенным артиклем. Интересно, есть ли тут какой-то скрытый смысл с точки зрения грамматики. Надо будет подумать на досуге. На самом деле не думаю, что здесь где-то собака зарыта. Ты не хочешь команду. Вот это wanna, что вам слышится, это one-e артикль. You don't wanna team. You want a servant for hire. You want a servant for hire. You don't wanna team. You want a servant for hire. Servant. Произношу так, как он выкидывает тут на конце. От глагола to serve, обслуживать, служить кому-то. Ты хочешь того, кто будет всегда тебе прислуживать, да, for hire, будет доступен к найму дословно. В общем, говорит, что она не командный игрок, а она подминает, если так можно выразиться, его под себя. I want someone I can count on. I want someone I can count on. I want someone I can count on. Я хочу лишь того, на кого я могу положиться, кому я могу доверять. To count on someone. Я думаю, что вы знаете этот фразовый глагол, он достаточно распространенный. You can always count on me, brother. Ты всегда можешь на меня положиться. I'm sorry, I can't count on you. You've caused me too much trouble lately. Прости, чувак, но на тебя невозможно положиться, ты не столько проблем в последнее время причинил. Слушаем еще разок эту фразу. I want someone I can count on. Count on. Count on. Слышите, да, опять этот звук? Count. Это мы в прошлой части с вами разбирали. Count. Count. И там даже было то же самое слово, только фраза была другая. Keep count. Вести счет. I want someone I can count on. I want someone I can count on. Вот такая работа. Медленный темп, быстрый темп, комбинация этого всего, уверенность в каждом движении и потом максимально приближаемся к оригиналу таким образом. There is no air around you anymore. Вокруг тебя никакого воздуха, говорит Джон. Могло, кстати, быть around you. Как вот в самом начале у нас было I told you, I told you могло бы быть и здесь то же самое. Around you, around you. What is that supposed to mean? What is that supposed to mean? What is that supposed to mean? Это вопрос, друзья, который вам точно нужно просто запомнить и он может переводиться как Что ты имеешь в виду? К чему ты клонишь? What is that supposed to mean? Прям запомните его вот таким образом. What is that supposed to mean? It means there's no room for mistakes. No mistakes whatsoever. No spontaneity. It means there's no room for mistakes. No mistakes whatsoever. No spontaneity. Окей, мы слышим слово mistake. Отчетливо no mistakes. Никаких ошибок. No mistakes whatsoever. No mistakes whatsoever. Давайте познакомимся с этим whatsoever. Для чего оно здесь используется. По факту здесь три слова, просто мы их соединили. What. So. Ever. Whatsoever. Whatsoever – это дополнительное слово, которое используется в отрицании, чтобы усилить это отрицание. Звучит сложно. На практике это делается очень-очень просто. Смотрите. I can honestly say that I have no interest whatsoever in football. То есть мы могли, да, сказать I have no interest in football, но если мы хотим усилить, у меня вообще никакого интереса, то мы добавляем это слово whatsoever. I have no interest whatsoever in football. Или I have no interest in football whatsoever. Какие-нибудь так же бытовые фразы можем взять. I have no idea whatsoever. У меня вообще никаких идей. Классное слово, возьмите на вооружение. Ничего сложного нет, ни в понимании, ни в использовании, поэтому надо точно его запомнить. Whatsoever. Means there's no room for mistakes. Means there's no room for mistakes. No room for mistakes. Means there's no room for mistakes. No mistakes whatsoever. No spontaneity. Вот это последнее страшное слово с точки зрения произношения мы разберем в последнюю очередь. Давайте познакомим слово room. В общем-то, вы его хорошо знаете. Это комната. Но есть у него другое значение. И в этом значении это существительное у нас является неисчисляемым. Поэтому я вам это здесь прописываю. И когда мы используем room в таком значении, мы говорим про пространство. Например, Ещё раз проговариваю, что неисчисляемое существительное, поэтому вы нигде здесь не видите никакого артикля. Leave room. Make room for something. There is no room. У нас во фразе, да, получается. И также неисчисляемое существительное room ещё может означать opportunity for doing something. И я хочу вас познакомить вот с такой фразой, которая идиоматическая. There is always room for improvement. Всегда есть куда стремиться, куда улучшаться. You did well on the last project, but there is room for improvement. Хорошо поработал над последним проектом, но есть ещё что сделать лучше. А говоря про произношение, слово room может произноситься с длинным у room, room, либо может произноситься звуком о, room, room. Я произношу это room. Это ближе к длинному у, room. У него очень прикольное произношение этого слова получилось, потому что он сделал здесь anti-flap. Spontaneity. Такая у него пауза, есть задержка. No spontaneity. No spontaneity. 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 Если без этого это слово читать, то это будет spontaneity. Но вот с флапом, как в оригинале, это прикольно. Spontaneity. В конце флапа это понятно, а вот здесь вот такая вот микропауза появляется. No room for mistakes. No mistakes whatsoever. No spontaneity. Это спонтанность. Причем в хорошем смысле этого слова. Spontaneous. Спонтанный. You should not work out the entire script beforehand, or you will lose the element of spontaneity. Тебе не стоит прорабатывать полностью скрипт, прописывать там каждое слово, что ты будешь говорить, иначе ты потеряешь элемент спонтанности. И это, кстати, тоже история достаточно жизненная для меня. Когда я только начинал записывать ролики на Ютубе, мне очень важно было там, не знаю, прописать сценарий обязательно, там даже конкретные какие-то фразы, текст. Там особенно, если я что-то говорю по-английски, то мне надо было прям прописать это все, чтобы я там точно не запинался, чтобы все хорошо звучало. Сейчас, конечно, я вообще этим не страдаю, у меня нет никакого сценария. Я просто включаю камеру, начинаю смотреть фильм, в режиме реального времени анализирую ситуацию, какие-то истории из жизни вспоминаются, то начинаю рассказывать. В общем, это гораздо лучше, чем что-то читать там по бумажке. Хотя иногда говорят, что самая лучшая спонтанность это спланированная спонтанность. Ладно, отвлеклись. Значит, Джону опять что-то не нравится, все скучно ему, да, никакой спонтанности, в общем, так ты разведись. Ну, вот зачем? Зачем мучиться-то? Нет спонтанности. Кто может ответить? Ну, ты не должен. Кто может ответить? Кто может ответить? Вам ничего здесь странного не кажется? Кто может ответить? Answer. Мы знаем, что этот глагол, вообще-то, вот какие-то устойчивые выражения вспоминаем. Answer my questions. У нас нет никакого to в управлении. Единственное, когда у нас появляется to, если мы используем answer как существительное. I don't know the answer to this question. The answer to this question. I don't know how to answer this question. And I don't know the answer to this question. А здесь у нас ситуация, что это глагол, но при этом управление происходит через to. Это нас наталкивает на мысль, что это фразовый глагол. Действительно это так? Этот вопрос можно перевести кто за это отвечает? Кто за это в ответе? Не забывайте, что документ находится по ссылке в закрепленном комментарии в моем телеграм-канале. Заходите, скачивайте, занимайтесь. Читаем примеры. The great thing about working for yourself is that you don't have to answer to anyone. Самая классная штука, когда ты работаешь на себя, это то, что тебе не нужно перед кем-то отчитываться. If you continue to neglect your schoolwork, you'll have to answer to the principal. Если ты продолжишь забивать на школу, то тебе придется отвечать за это перед директором. Вот такой вот фразовый глагол. Значит, кто за это в ответе-то? Кто в ответе за то, что нет никакой спонтанности, ни ошибок не совершишь, ничего? Ну кто? Who can answer to that? Well, you don't have to. Well, you don't have to. И Джейн такая Well, you don't have to. Ну, типа, не пальцы, вообще не твоя забота. You don't have to. Well, you don't have to. Do you? Because this isn't even a real marriage. Do you? Она его вот переспрашивает, да, это как tech question получился. Давайте послушаем в замедленном темпе вопрос Джона еще разок. Who can answer to that? Who can answer to that? Слышите answer? Здесь как бы вот этот дифтонгизированный звук. Э, answer, а that прямой. То есть в обоих словах у нас звук а, как cat, э, э, однако раскрывается этот звук по-разному. Who can answer to that? Answer to that. Well, you don't have to. Do you? Because this isn't even a real marriage. Because this isn't even a real marriage. Because this isn't even a real marriage. это даже не настоящий брак. Because this isn't even a real marriage. 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 Because, because this isn't even a real marriage. Because this isn't even a real marriage. Who are you people? Shut up! Бенджамин проснулся. Who are you people? А вы вообще кто люди, эй? Shut up! Shut up! Заткнись. Слышите здесь четкий флап. Shut up! Мы это слово уже много, много раз встретились. Даже в прошлый раз мы посмотрели альтернативы. Если помните. Zip it. Zip your lip. Cut it out. Dry up. Это мы с вами все разбирали. Вот и конец сцены, друзья. Получилось достаточно насыщенненько сегодня и на лексику. Богатый получился диалог. Поэтому, что я вам советую сделать? Во-первых, еще раз полную сцену без каких-либо пауз вы можете посмотреть в моем телеграм-канале. Именно туда я выкладываю, потому что на ютубе я не могу, к сожалению, нон-стопом это показывать, так как получу страйк за авторские права. Поэтому в телеграм вы можете найти и полную сцену, и лексику, которую мы с вами сполна сегодня разобрали. Классные слова, классные выражения. Я вам настоятельно рекомендую все это проработать. Где-то, может быть, поработать с юглишем, зайти самому в словарь, проверить. Это точно не будет лишним. Но на сегодня это все. Можете отдыхать, усваивайте информацию и готовьтесь к следующей части Mr. and Mrs. Smith, которая выйдет совсем-совсем скоро. У нас с вами марафон продолжается. Мы все ближе и ближе к завершению этого замечательного фильма. That's it for now. Let's wrap it up for a day. Thanks a lot for watching. I look forward to seeing you all next time. Take care. Bye-bye. See ya.